Почему? По целому ряду причин, наиболее значимые из которых следующие. Во-первых, Пифагорейцев очень приятно удивляло то, шокировало, поражало воображение, то, что все числа, входящие в состав десяти, в сумме своей дают декаду, то есть десятку. Один плюс два плюс три плюс четыре в конечном счете оказывается десяти. И десятка модерируется набором чисел, входящих в состав четырех. А кроме всего прочего, им нравилось то, что числа, входящие в состав четырех и вступающие в отношения друг с другом, порождают наиважнейшие консонансы, а именно кварты, квинты и октавы. Отношения четырех к трем, трех к двум, четырех к двум и двух к одному. А эти консонансы ложатся в основу моделирования чувственно воспринимаемого космоса. А объем есть коррелят трехмерного пространства. Правильно ведь? И вот им очень нравилось то, что эта трехмерная пространственность в геометрическом своем исполнении объем, в виде объема, задается с помощью четверки. Как? Спросим мы друг друга и обратим взор к пифагорейцам. Пифагорейцы нам разъяснят. Обратимся к старому, уже испытанному, доброму способу проецирования разного рода математических отношений на плоскости. И у нас получится, что единица, спроецированная на плоскости, дает неминуемо точку. И с помощью точки, если ее мыслить последовательно, никакого объема, разумеется, добыть невозможно. Точка непротяженно. Вы понимаете, да? Если иметь в виду математическую точку, то у нее протяжения нет никакого, ровным счетом. Поэтому одной точке, середшей единицы, совершенно недостаточно для того, чтобы сконструировать этот физический мир. Четыре надо, правильно? Они говорят, ну давай добавим еще одну точку, вот эту вот, вторую, двоечку сделаем. И тоже мало, коллеги. И тоже мало у нас, кроме линейной реальности, никакой реальности, ну не получается. Объемной, по крайней мере, точно не получается. И трехмерного мира нам не построить. Они говорят, а если добавить третью точку? Ну что ж, у нас получится элементарная плоскостная реальность. Вот это вот элементарная линейная реальность. Линия, верно или нет? Вот это вот элементарная плоскостная реальность. Ну элементарная почему? Почему? Это потому, коллеги, что, конечно, плоскость можно построить и с помощью 4, и 5, и 20 точек, верно или нет? Но простейшая плоскостная форма может быть добыта посредством уже трех точек. Больше не надо. Три точки достаточно для того, или трех точек достаточно для того, чтобы построить наипростейшую плоскостную форму. А вот для того, чтобы построить объемное тело, нет, не тело даже, а объемную фигуру, наипростейшую, надо добавить еще одну точку, коллеги. Еще одну точку, и вот с добавлением этой точки у нас оказывается решенная задача моделирования трехмерной фигуры. Правильно или нет? Вот. Вот. Только четверка. Только четверка годится для того, чтобы лежать в основе трехмерного мира. Только четверка годится для того, чтобы быть основанием для объяснения трехмерных свойств вещей. Только четверка. Элементарное объемное тело представляет собой основание элементарной физической стихии. Элементарной физической стихии.